JP Morgan, крупнейший банк Америки, только что выпустил мрачное предупреждение о будущем. Они сказали, что мы приближаемся к чему-то гораздо худшему, чем рецессия. Для понимания масштабов, активы банка оцениваются в 3,4 триллиона долларов, а через сам банк проходит 10 триллионов долларов ежедневно. Если вы хотите делать то, что делает JP Morgan, вам придется перемещать 10 триллионов долларов по всему миру каждый день. Иными словами, в течение трех с половиной дней через них проходит сумма, равная всему госдолгу США. JP Morgan обслуживает 30 стран, Международный валютный фонд и само правительство Соединенных Штатов. И поэтому, когда их генеральный директор говорит, люди прислушиваются к его словам. Даймон говорит, что существующие проблемы в экономике могут сохраняться дольше, чем многие думают. И когда смотришь на факты и на уже принятые законы, становится очевидно, что не только США, но и весь мир изменится радикально. В этом видео я шаг за шагом покажу, как все это произойдет и что можно сделать, чтобы защитить себя от безумия, будь у вас тысяча или миллион долларов. Те, кто подготовится к этому, получат вознаграждение. Но прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить каждого из вас. За последние три недели на канал подписалось 22 тысячи человек. Это невероятно фантастический результат, и все благодаря вашей поддержке лайками. Когда видеоролик набирает 85 тысяч лайков, это просто сносит крышу. Спасибо большое за такую поддержку. Итак, генеральный директор Джей Пи Морган предупреждает, что будущее экономики США будет хуже, чем рецессия, и говорит, что нас ожидает стагфляция. Это состояние, когда экономический рост замедлится, а инфляция и безработица, наоборот, будут расти. Когда это произойдет, наступит второй этап, который станет практически переломным для сотен миллионов людей по всей планете. Посмотрите на это. США установили тарифы. С 27 сентября они введут 100% в пошлину на китайские электромобили, 50% на солнечные элементы и 25% на сталь, алюминий и аккумуляторы для электромобилей. Это не останется незамеченным и приведет к росту расходов. Кроме того, как мы видим, мы движемся к зеленой энергетике, что также повысит стоимость ископаемого топлива и базовой энергии. А это означает, что все вокруг продолжит дорожать, а доллар, как и другие фиатные валюты, продолжит терять свою покупательную силу с каждым днем. Если отмотать время на год назад и посмотреть на эти события задним числом, становится ясно, что падение доллара было ожидаемым. Bloomberg 29 марта 2023 года опубликовал эту статью, которая называется «Мир будет приветствовать предстоящее падение доллара». Джанет Йеллен на этом фоне говорит, что Америка должна ожидать снижения статуса доллара как мировой резервной валюты. Это говорит о том, что все больше стран будет диверсифицировать свои валютные запасы и отходить от доллара к национальным валютам или золоту, а возможно даже к криптовалюте. Когда это начнется, мир изменится навсегда. Сегодня индекс доллара упал до минимальной точки за последний год, потому что трейдеры ставили на понижение процентной ставки ФРС США уже в сентябре. А все потому, что ФРС США заявила, что нашла доказательства снижения инфляции. И следующий шаг уже на столе. Deloitte – самая крупная профессиональная сеть по количеству сотрудников показала слабейший рост выручки за последние 14 лет. Более жесткие экономические условия заставляют компании сокращать расходы на ключевые рынки. Такие как рынок труда, например. Данные по количеству открытых вакансий в США пересматривались в сторону понижения в течение 15 из последних 19 месяцев. Самые крупные корректировки достигали 500 тысяч вакансий. То есть 15 из 19 раз отчеты о рынке труда были обманным, причем значительным, на полмиллиона рабочих мест каждый раз. Здесь говорится, что коалиция стран БРИКС обсуждает отказ от доллара, и в эту коалицию уже хотят войти еще 40 стран. CNN упоминает, что стоит включить свой инвестиционный портфель активы БРИКС. BlackRock уже это делает. BlackRock вложил 420 миллионов долларов в китайские компании. Даже 429 миллионов долларов. Причем это те компании, которые действуют напрямую против интересов США. Крупные инвестиционные фонды. Мы видим, что крупные инвестиционные фонды, такие как BlackRock и Bridgewater, инвестируют в Китай, при этом снижая риски в Соединенных Штатах. Они фактически инвестируют в будущее другой страны. Это безумие. Тут же вспоминается и Майкл Бьюри, который также сокращает позиции в Америке, но наращивает их в Китае. Даже сам Джейми Даймон из JP Morgan впервые в своей карьере продал акции собственного же банка. Рэй Далио объясняет, почему он до сих пор инвестирует в Китай. Это статья от апреля 2024 года. И, наконец, Blackstone расширяет инвестиции в Китай. Это говорит нам о том, что все меняется. Например, на продажу выставлено 10 триллионов долларов государственных облигаций США. Более того, на следующий год придет время погашения рекордных 8,9 триллиона долларов государственного долга. Как кто-то будет выкупать эти облигации, если иностранные инвесторы с 2015 года сокращают свои вложения в американские облигации? Причем в последние годы темпы сокращения ускоряются. Например, Япония и Китай рекордно продают облигации в этом году. На этом фоне государственный долг США увеличивается на 1 триллион долларов каждые 100 дней. А госбюджет на 2024 год предусматривает дефицит в 1,4 триллиона долларов. Вот о чем говорит Джей Пи Морган в своем предупреждении. Вот почему он ожидает стокфляцию. Также стоит отметить, что в 2024 году ожидается приток 1,7 миллиона дополнительных рабочих в США за счет эмиграции. Однако с учетом внедрения искусственного интеллекта и автоматизации, а также рекордного роста домохозяйственных долгов, средний класс США все сильнее погружается в кризис. В конечном итоге в следующем году кто-то должен будет выкупить американские облигации на 10 триллионов долларов. Это больше третьей ВВП США. И так должно продолжаться до 2030 года. Но как это может продолжиться на фоне того, что иностранные инвесторы наоборот избавляются от американского долга? Очень интересно, что на таких ресурсах, как Совет по международным отношениям США, уже обсуждают будущее доллара. В 2020 году они обсуждали, как мировая роль доллара изменится после пандемии, а альтернативные валюты могут стать реальностью. И это могут быть не существующие еще валюты, а те, которые только лишь будут созданы. Например, какая-нибудь цифровая валюта Центрального банка. В случае, если это произойдет, США столкнутся с меньшим доступом к капиталу, более высокими процентными ставками и снижением курсов на фондовом рынке. То есть может произойти крах фондового рынка. Большая часть благосостояния людей в США заключается в акциях и стоимости их домов. Если процентные ставки и налоги продолжат расти, можно представить, как это повлияет на их активы. Их состояние будет сокращаться. Возможно, это заставит их обратить свое внимание на такие активы, как золото, биткоин и криптовалюта. В последние годы также все чаще обсуждаются такие вопросы, как устойчивое развитие экономики, неравенство и несправедливость. Эти темы становятся все более актуальными, поскольку разрыв между богатыми и бедными как никогда огромен. 1% богатейших людей владеют почти в 10 раз большим богатством, чем 50% беднейших людей вместе взятые. Ошеломляющие 5 триллионов богатства передадутся по наследству без единого налога. Оксфэм предупреждает, что такое накопление богатства в руках столь немногих людей может усугубить политические разногласия, вызвать коррупцию и повлиять на экономический рост по всему миру. Когда правительство рассматривает возможные решения этих проблем, предлагаются меры по уменьшению неравенства через налоговые льготы или государственные программы, такие как бесплатное медицинское обслуживание и продуктовые талоны. Однако богатые люди не платят значительных налогов, и для этого у них есть команды юристов и офшорные трасты для защиты своих активов. Основная налоговая нагрузка так или иначе ложится на средний класс. Чтобы финансировать государственные программы, направленные на борьбу с неравенством, правительство будет увеличивать налоги для среднего класса, что только усугубит проблему неравенства. Это какая-то смертельная спираль, бесконечное колесо хомяка, из которого нет выхода. На правительственном сайте congres.gov сказано, что еще в 2021 году было предложено создание пилотной программы, предусматривающей гарантированный ежемесячный доход для налогоплательщиков в возрасте от 18 до 65 лет. Министерство здравоохранения США должно было консультироваться с налоговым управлением и другими организациями, чтобы разработать этот доход и провести исследование о влиянии этой программы на экономику и социальную жизнь. Кроме этого, сейчас уже обсуждаются программы универсального базового дохода как минимум в 30 странах. А в ноябре, например, жители штата Орегон в США должны будут проголосовать за ежегодные выплаты в размере 1600 долларов в рамках программы универсального базового дохода. По мере того, как доллар теряет покупательную способность, все больше людей будут требовать этой помощи. И я не удивлюсь, если она будет поступать уже в виде цифровой валюты Центрального банка. И не нужно питать иллюзий, это будет не только в США. Мы берем США только в качестве примера, так как не имеем возможности обозревать почти 200 стран в одном видео. Я думаю, что на фоне этой неопределенности мир будет вкладываться в золото, серебро, биткоин и другие активы, которые сохраняют свою ценность. Я считаю, что именно поэтому драгоценные металлы, земля и биткоин будут становиться все более популярными среди инвесторов. Некоторые эксперты уже прогнозируют, что золото может подорожать до 2800 долларов за унцию, а другие говорят о росте до 3200 долларов. При этом они же прогнозируют, что биткоин будет торговаться на уровне 90 тысяч долларов. Никто точно не знает, как высоко и золото, и биткоин могут подняться. Но учитывая, что долгосрочный тренд доллара и других бумажных валют – это только обесценивание и потеря покупательной способности, такие дефицитные активы, как драгоценные металлы и биткоин, должны расти чисто математически в цене по отношению к этим фиатным валютам. Для предпринимателей и людей с высоким доходом хорошей инвестицией может стать также получение второго гражданства, чтобы уменьшить риски владения одним. Существует множество стран, где можно получить гражданство через инвестиции – Мальта, Португалия, Сен-Китс и Невис, Доминика и другие. Я писал об этом у себя в основном телеграмме после того, как Павла Дурова арестовали во Франции. Мы стоим на пороге огромных перемен в Америке и во всем мире. Джейми Даймон предупреждает, что ситуация будет хуже, чем рецессия. Он говорит, что мы возвращаемся к 1970-м, когда золото значительно выросло в цене. Тогда не было биткоина. Так что и для главной криптовалюты это время в 2025 году станет проверочным. Последует ли биткоин за золотом? Я думаю, что да. Но это не финансовый совет. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok